А вот как хотелось спросить, раз вы были на этом круглом столе, какой такой общий тренд, то что там транслируют эксперты из Кыргызстана? Эксперты из Кыргызстана, я бы сказал, мне понравились их выступления. Скажем так, они не носили ярко антиатамбарский характер, хотя где-то в СМИ позиционировалось, что это люди, которые не во всем согласны с его политикой. Где-то они поддерживали, отмечали его достоинства на посту президента, но в то же время пытались нейтрализовать вот эти негативные последствия, которые были вызваны его заявлениями. Ну вот, а один из таких примеров, мы его слушаем и всерьез не воспринимаем. Это вот попытка, скажем так, нейтрализовать вот эти последствия. Ну да, то есть не очень удачно, но тем не менее попытка. Но тем не менее, это фактор, как они говорят, народной дипломатии. Мы приехали и попытались как бы навадить взаимоотношения на экспертном уровне. Такое, это я думаю, что это далеко не первая попытка, и эксперты очень часто еще будут собираться. То в Бишкеке, то в Бишкеке, то в Востоне, чтобы как-то разобраться в данной ситуации. А что вы думаете, как оно будет дальше? Я думаю, что этот конфликт уже, скажем так, и будет иметь долгоиграющие последствия, во-первых. Потому что, как я уже говорил, случайную выходку можно, простите, один раз, когда это носит темный характер. Ведь очень много уже людей, и не только в экспертном сообществе, но и наделенных определенными властными полномочиями. Сам президент не высказывался на это, но они поддерживают. Ведь эффект сплочения обнаружился в Казахстане. Разумеется. Разные представители, да, и эксперты, представители власти, представители бизнеса, они все-таки в определенной степени оскорбились на то, что произошло от лидера соседнего государства. И, на мой взгляд, вот эта неожиданная поддержка, да, непрогнозируемая поддержка, она все-таки и положительный на рейтинг нашего президента сыграет. И, скажем так, вообще в политологии известно, что наличие внешнего врага, она вообще сплачивает. Ну да. Казахстан не имел внешних врагов, а тут неожиданно напросился на эту роль господина Тамбаева. Хотя у нас есть договор, да, о дружбе и сотрудничестве стратегическом. Мы не только в рамках двухсторонних, но и в рамках многосторонних отношений коммуницируем, да, СССР, ЕРС, УДКБ и так далее. ШОС там, так далее. ШОС, да, то есть здесь надо думать вообще, я не знаю, как это может быть. Как дальше, например, будут происходить взаимоотношения. Казахстан поддержал и признал нового избранного президента. Ну, я думаю, что как-то с ним удастся наладить нормальный контакт, пока он ничего плохого не говорил в адрес нашего государства, его главы. Вот. Но фактора Тамбаева нельзя исключать. Ну, я так понимаю, что позиция нынешней Казахстана такова, что Тамбаев уже никто, и как бы на его реплики реагировать никто уже особо не будет, и в диалог с ним вступать никто не будет. То есть это совершенно другой уровень уже. Ну, с другой стороны, смотрите, А Тамбаев в том числе, как бы, еще вот эту риторику произносил для того, чтобы мобилизовать самих Казахстанцев перед выборами, то есть дать им внешнего врага, да. Но тем самым он дал и нам тоже внешнего врага, получается, да. Ну, вот, допустим, и это уже имеет совсем другие последствия, да. То есть одно дело, когда они нас воспринимают как врагов, ладно, да. Но если они примерно понимают, что за этим будет, да. А что будет, если мы их воспримем как врагов на полном серьезе? Ну, я думаю, что до этого еще не дошло пока. Пока не дошло, да. И все будет зависеть, насколько агрессивные будут действия со стороны не сколько даже политиков Кыргызстана, а простых жителей, допустим, да. Насколько будут возмущения, какие-то акции, протесты масштабные, если вдруг они появятся. Мы видим там, что возле казахстанского посольства в Бишкеке собирается там по 5-10 человек каких-то политических фриков, да. Ну, да. Ну, это не серьезно, конечно же, это и даже до аудитории казахстанской практически не доходит, потому что масштаб событий не тот совершенно. Да.